27 том книги «Открытым оком», вопрос номер 3900, тема «Община». Почему за 17 лет в вашей общине не появился ни один бизнесмен или предприниматель богатый? Тогда вам легче было бы и с детским лагерем, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Появлялись все такие, были очень даже близкие отношения и задушевные беседы. И они ездили к нам в деревню и в лагерь, но без всяких на то причину внезапно отошли от нас, и хотя они стали врагами, на сближение пойти у них больше попыток не было. Ходили работники администрации и милиции, но им легче находиться в иных палестинах, чем у нас. Книга притч Соломоновых, 13 глава, 7 стих. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Дело в том, что на подходе уже мы их знакомим с нашими уставами, показываем, что и внешне у них должно быть все по уставу. Не подходит, что нужно носить бороду, пояс, женщинам нельзя носить мужскую одежду. Не нравится, что нужно платить десятину, но даже и не это более всего их отталкивает. У нас человек должен быть обязательно крещен, а не мочен, обязательно пройти катехизацию, уверовать. А до крещения такому придется выходить соглашенными в притвор, согласно возгласу на литургии. Такой человек был раньше где-то почитаем за свои немалые пожертвования, ему везде почет и дорога. А тут вдруг он в стадии робкого слушателя, бесправного, безголосого. Каково ему? Псалом 61 стих 11 Не надейтесь на грабительство и не отчиславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Без рождения свыше все это кажется унизительным. Если бы даже приехал к нам президент, он был бы выведен вместе с соглашенными и при возгласе двери-двери был бы за дверями. Пришедший с золотым перстнем у нас не будет сидеть на почетном месте, но ему будет оказано внимание. С ним будут заниматься, как и со всеми. В этом и проявилась бы наша к нему любовь. Иной носильщик дерев указывает на невозможность носить бороду ввиду того, что у него такая уж супер стильная работа или где-то в милиции преподает. Книга Иова, 31 глава, 25 стих Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Псалом 36 стих 16 Малая у праведника лучше богатства многих нечестивых. Но вот он походил к нам на благовестие, не вышел, исследовать Библию не желал и отошел. Познакомился со старообрядкой и, гляжу, он уже с бородой. Как так? Да потому что там ничего, кроме бороды, и не нужно было. Так и живи пнем. Дело даже и не в богатых, а вообще так со всеми. Находясь в нашей общине, он томился. Ему поперек горла была дисциплина, обязанность посещения богослужений каждое воскресенье, напоминание о благовестии, внешняя форма. Отошел. Покатился вниз, и в течение года его уже не узнать. Он ушел в тот мир, из которого душой не выходил никогда. Евангелие от Марка, 12 глава, 41 стих. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Книга Прич Соломоновых, 11 глава, 4 стих. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Мы долго лежали, повернуты в прах, не мысля, не видя, не слыша, казалось бы, заживо тлеем в гробах, забита тяжелая крыша. Но вспыхнувший светоч вдруг вышел из тьмы, нежданная речь прозвучала, И все, встрепенувшись, воспрянули мы, почуяв благое начало. В нас сердце забилось, дух жизни воскрес, и гимном хвалы и привета мы встретили дар просиявших небес в рождении слова и света. Жемчужников, 1857 год